Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать обратно на LinguaTrip TV! Я очень рад, что мы сегодня с вами здесь, и на этом позитив заканчивается. Сегодня не очень приятная тема, но она важная. Не все в английском языке будет приятно, но почти все будет полезно. И сегодня, раз начинается зима, холодно, и начинается сезон всех болезней и простуд, в этом видео мы поговорим про лексику, которая будет применима в случае, если вы заболели или чувствуете себя плохо. Я надеюсь, такого не будет, но на всякий случай подучить эту лексику тоже нужно. Во-первых, слово germs, и germs это микробы. И что вы можете делать с этими germs? Ну, вы можете spread germs. Spread germs это распространять микробы. Допустим, если вы чихнете, sneeze, чихнете, не прикрывая рот или нос, то вы распространяете бактерии. Spread germs. Cough. Cough это кашель, либо как глагол to cough, кашлять. И если кто-то это делает рядом с вами и не прикрывает рот, вы можете сказать Cover your mouth. Cover your mouth, прикрывая рот. Cover your mouth when you cough. Лучше чихать и кашлять в локоть, потому что вы очень редко прикасаетесь локтями с людьми. Если вы это делаете в руку или в кулак, то вы потом кого-то потрогаете, с кем-то поздороваетесь, кому-то дадите пять или что-то еще. Поэтому лучше это делать в локоть, так принято, по крайней мере, в Америке. To be dizzy. Когда вы dizzy, это значит, у вас кружится голова, может быть, немножко подташнивает из-за этого. Но в целом, головокружение, вы можете сказать I'm dizzy. У меня кружится голова. Чтобы сказать, меня тошнит, вы можете использовать слово nauseous. I'm nauseous. Меня тошнит. Если вы простудились, у вас текут сопли из носа, вы можете сказать, что у вас running nose. Как будто нос от вас убегает. Running nose. А если у вас болит живот, и это не совсем тошнота, просто он болит, то вы можете сказать, что у вас есть upset stomach. Да, у вас расстроенный живот. Вы его расстроили, он плачет, ему плохо, ему грустно. Upset stomach. He has an upset stomach. I have an upset stomach. If, например, у вас болит горло, то вы можете сказать I have a sore throat. Sore, это когда, знаете, слово sore, вы идете в тренажерный зал, качаете бицепс, и потом он у вас болит из-за нагрузки на следующий день. Это называется sore, когда что-то болит. Sore throat. Болит горло. Any other symptoms? Just a sore throat. Очень популярно, когда у нас здесь в Америке происходит сезон простуды или гриппа, люди делают себе прививки от гриппа, например. И прививки это либо vaccines, либо просто shots. То есть, если вы куда-то идете, и там написано, что сегодня там делают flu shots, это прививки от гриппа. Если у вас температура, вы можете сказать I have a fever. Это называется fever. Это не называется температура. Temperature это на улице, outside, у человеческого тела это называется fever. I think I have a fever. Какие еще есть разные вещи? Например, diarrhea. Diarrhea, я думаю, переводить вам не надо. Это, в принципе, довольно-таки понятно. Есть противоположное от этого constipation. Вы можете сказать I am constipated. Когда у вас не получается, наоборот, сходить в туалет. I am just really constipated. Ну и если вас тошнит, и вы уже не можете сдержаться, и вам нужно рыгать срочно, то вы можете сказать очень много слов есть для этого одного понятия. Рыгать это можно сказать to vomit, to throw up, to hurl, to barf, to puke. Или, в принципе, довольно-таки прилично, без каких-либо деталей. To be sick. Вас тошнит, и вы говорите I think I'm going to be sick. Ну и просто, если вы плохо себя чувствуете, и не хотите вдаваться в подробности, вы можете просто сказать I don't feel well. Я плохо себя чувствую. I don't feel well. Не всем обязательно знать, что конкретно с вами происходит. Поэтому я желаю вам, чтобы вы никогда не болели, и никогда не использовали эти слова, но знать их тоже нужно. Очень важно быть готовым в любой разговорной ситуации и использовать различные слова и не бояться это делать. И поэтому мы перезапускаем наш марафон «Говори как профи». Если вы хотите увереннее общаться на английском, приобрести эту уверенность, перебороть ваш страх и выучить много новой лексики, то записывайтесь по ссылке в описании под этим видео. Удачи, здоровья вам, и увидимся в следующий раз. До свидания. Продолжение следует...